Мы сказали, что сегодняшняя международная конференция называется «Управление водными ресурсами в Центральной Азии». А наш институт как раз и занимается этими вопросами, а именно изучением, прогнозированием, регулированием и использованием водных и гидроэнергетических ресурсов. Поэтому очень проблема, очень близко нам. И во сколько здесь в основном сидят студенты, мне хотелось попроще рассказать, чтобы более-менее правильно поняли. Если сказать водных ресурсов, мы считаемся очень богатыми странами. А если сказать, как используется, Кыргызстан – самая бедная страна, не имеющая права использовать собственных водных ресурсов. Вот такие парадоксы. И поэтому мы свой доклад написали. Проблемы международного вобного сотрудничества при использовании столько трансграничных, как в Центральной Азии. Без сотрудничества никакой проблемы у нас не может быть решено. Прежде всего, каково наше богатство. В Кыргызстане формируется 50 миллиардов километров воды в среднем год. Из них используем мы 10-15%. Остальные мы не имеем права. Кроме водных ресурсов Секольской котловины, все остальные являются трансграничными. То есть формируется в Кыргызстане, через границы протекая в другое государство. Вот если взять с востока Каркара, формируется у нас 62%, целиком, полностью использует Казахстан. Поближе сюда, значит, река Чу, значит, там более-менее ничего, потому что она через Чуйскую долину проходит. Мы 80% используем, Казахстан 2%. И также, значит, это самое Чу, река Чу. Что касается вот южной части Кыргызской республики, вот здесь состояние очень плачевное. Плачевное. Значит, все Наринские области, Таларские области, Оске, Баткенские области, четыре области, значит, находятся на бассейне реки Сардаря. Сардаря. Здесь, значит, формируется 30 миллиардов кубометров воды, а в самом Сардаре всего 37. С 37-30 формируется у нас в Кыргызстане. Из них мы имеем право только четыре брать, остальные мы не имеем права. Вот такая у вас ситуация. Как она получилась? Значит, опять же, по глупости наших же сотрудников, а именно чиновников Кыргызской республики, да и плюшит самая Таджикистана, что вот такие соглашения заключились. Первое неправильное соглашение – это Алматинское соглашение 1992 года. Там написано, все водные ресурсы являются общими, все страны Центральной Азии имеют одинаковое право. То есть с нами, даже по территории не касается, Туркмэнстан тоже имеет такое же право на нашу воду, как мы. Глупости вот такие. Мало того, написано принцип равной водообеспеченности существующих орошаемых земель. Следовательно, мы, если воды тоже нет, мы должны отдать всю воду, чтобы обеспечить соседнюю республику орошаемую водой. А какова ситуация? За последние 20 лет существования Советского Союза до 1991 года, за 20 лет Кыргызстану освоили всего лишь 189 тысяч гектаров. 189 тысяч. За счет наших водных ресурсов Узбекистан освоил полтора миллиона гектаров земли. Две области Чемкентской, Хазалардинской, Казахстанской республики – 720 тысяч гектаров. Видите, какая разница? Теперь вот эти 4 миллиарда кубометров нам как квоту выделяют. Хватает или не хватает? Вообще не хватает. В этих четырех областях орошается 465 тысяч гектаров земли. По норме, значит, на каждый гектар 10 тысяч кубометров воды в год. А у нас это самое всего дефицит. И мы выходим из того, что миллиардов не хватает, мы, значит, используем подземные воды. А это преступления. Подземная вода – это дороже золото, это питьевая вода, и преступления их используют. К сожалению, мы на это идем. Мы на это идем. И вот, значит, чтобы решить эту проблему, в 1993 году собрались, значит, президенты, пяти республик Центральной Азии, премьер-министры, решили создать Международный Совет по спасению Орала. Хотели спасать Орала. Это в 1993 году. К сожалению, что получилось, Орала нет. Вместо бассейна Оральского мора появились две разные совершенно раздельные бассейны. Бассейн реки Амудари, бассейн реки Сардарь. Теперь нужна ли такая организация? То, что поставлено было перед этой организацией, задачи вообще не решило. А вот в Узбекистане, Казахстане слова «спасение Орала» нет. Это в Кыргызстане говорят. Вот до сих пор мы занимаемся Оральским бассейном по спасению Оральского моря. Это, видимо, по привычке. По привычке. И вот в таких ситуациях проблема перед Кыргызстаном огромная. У нас, что ни берите, все водохозяйственные объекты, межгосударственные назначения, кроме ущерба Кыргызстана, ничего не дают. Вот Токтогольская водохранища. То, что я сказал, значит, вот это освоенные земли, это, значит, за счет водных ресурсов. А вот и эти воды, которые мы все отдаем, не хватает и Узбекистану, и Казахстану, сколько бы ни дали, все равно не будет хватать. Но дополнительной воды нужно было им. Поскольку мы в одной государстве жили, водные ресурсы, значит, управлялись центром из Москвы. И вот, значит, решили получать дополнительную воду за счет регулирования водных ресурсов. Построили на гыргызской территории Токтогольское водохранилище объемом 19,5 миллиардов кубометров, за счет чего Узбекистан и Казахстан орошает 1,3 млн. гектаров. 1,3 млн. гектаров. А Гыргызстан и общая площадь орошаемых тогда было 1,7 млн. Одна водохранилища Токтогольская уже освоена 1,3 млн., кроме тех, которые были. Из них, значит, 4 млн. гектаров новых, 700, значит, 400 тысяч, значит, новые орошаемые земли, а, значит, 900 тысяч гектаров повышения водообеспеченности в существующих орошаемых землях. И вот мы, во сколько теперь мы сварены стали, значит, ну, как говорят, родители скончались, Советский Союз, не разделив между, значит, детьми всех, значит, богатства. Раньше Советский Союз мы воду всю отдавали, а Советский Союз датацировал нас. Давали, значит, в виде деньгами, смазочные, значит, энергетическими ресурсами, техникой. А сейчас никто не дают, а Токтогольт в тем же режиме работает. И поэтому, значит, мы, значит, занимаясь нашим институтом, какой объём ущерба от Токтогольтского водохранилища. Мы имеем право, значит, минимум 50% водных ресурсов использовать для развития экономики собственных республик. Об этом, значит, говорит о том, что в Хельсинкинской конвенции, там написано, управление водными ресурсами трансграничных рек должен управляться таким образом, чтобы потребности нынешнего поколения обеспечились без ущерба потребностей будущих поколений. Теперь у нас будущее поколение осталось без воды. А у них земля есть. Я уже говорил, значит, в этих четырёх республиках южных, включая Нарына, значит, 465 тысяч гектаров выращаются, а при водной корошении земель миллион триста тысяч. Миллион триста тысяч. Следовательно, значит, у наших потомков вообще воды нет. А земля есть. А эта вода осваивается там. Осваивается там. Если сейчас не произойдёт межгосударственное вододеление или квотирование, значит, будут скандалы большие, межгосударственные. Конфликты будут большие. Поэтому проблема первая – это надо распределить безгосударственное, произвести безгосударственное перераспределение водных ресурсов и, значит, ввести плату за воду. Видите же, это самое, во сколько все объёмы водных ресурсов используют соседние государства, а им надо прогноз, прогнозировать. А висе гидрометеорологические посты станции Верховья в Таджикистане, Кыргызстане. И эти государства должны ввести изучение водных ресурсов, провести мониторинг и давать прогнозы. Следовательно, вот эти затраты, уходящие на гидрометеорологическое обслуживание и регулирование, прогнозы, все эти затраты составляют стоимость водных ресурсов. И каждое государство по объёму использования водных ресурсов должны нести затрату. К сожалению, соседние государства даже, значит, не хотят разговаривать на это. Хотя они от нас берут воду бесплатно и своим продают. Своим продают. Вот, например, Казахстан. Если наша вода проходит через турбины гидроэлектрической станции, за каждый выработанный киловатт-часов электроэнергии, значит, они берутся по тигину. Если из реки берёт воду, создаёт водоём, за каждый кубометр они продают по три тигина. А если в этом водоёме начинают выращивать рыбу, за каждый выращенный тонн рыбы по 83 тенге. К сожалению, от нас бесплатно берут и сами продают. Поэтому, значит, если им нужна информация, если им нужна окончательная, обеспеченная воды нарушаемой земле, то должны вместе ввести плату за воду. Вот это вторая проблема. Теперь ущербы. Вот Токтавульское водохранилище Кыргызстану кроме ущерба ничего не даёт. Во-первых, значит, 28 тысяч гектаров Токтавульского района осталось под водой. Из них 12 орошайных земли были. Ежегодно Джанловацкая область недодаёт 6 миллионов долларов стоимости селхозпродукции. Никто не размещает. И Джанловацкая молчат. Энергетика что-то дают, чтобы рот закрыли. Теперь, если, значит, раз Токтавульский каскад, это наш каскад, собственный каскад, государственная собственность, она должен государственный эффект давать. И мы, значит, это самое, вот взяли в среднем. Если, значит, из приходящей воды отпускать только 50%, 50% накапливают, мы каждый год выработали дополнительно 2,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. А чтобы возмещать вот недовыработную электроэнергию, мы столько-то тонн, значит, уголь покупаем из соседних государств, транспортировка, подготовка, значит, тепловых электростанций и сжигание. А когда сжигаем, значит, там, значит, зола, тяжелые металлы, газы и там подобные, и экологические еще. И все эти составляют примерно 155 миллионов долларов. Следовательно, Токтавул нам не додает 155 миллионов долларов ежегодного эффекта. Мы, значит, по нашим предложениям, предложениям нашего института, однажды, значит, бывший президент Аскар Акаев перешел на энергетический режим. Тогда появился, значит, ультиматум с узбекской стороны, что из-за вас самовольное управление водными ресурсами, значит, это Узбекистан понес ущерб огромный, около 800 миллионов долларов. Правда, испугался наш президент, и нам написали, разберитесь, что это такое. Мы написали, Аскар Акаевич, страшного ничего нет, 800 миллионов долларов, это дополнительный эффект, получаемый Узбекистан за счет Кыргызстана. Пусть из 800 вернется 150, остается 450 миллионов долларов, и то очень хорошо. После этого они молчали. Вот такая, значит, ситуация у нас. Такая у нас ситуация. И вот теперь, значит, получается до сих пор, значит, наш Тахтагурский каскад работает в энергетическом режиме, нанося ущерб. Воды, значит, вот все, наверное, помнят, кругом по всему Кыргызстану веерные отключения, другие отключения под видом маловодья. А в Кыргызстане никакой маловодья нет. А они отключают, значит, за счет маловодья. Если бы было в маловодье, Узбекистан, Казахстан бы поднял бы голос. Давайте, помогайте, регулируйте и тому подобное. К сожалению, такого нет. И в результате, что получается? Воду отдают. Кому отдают, когда отдают, никто не знает. Когда я однажды по радио выступал, из Ташкомурё, значит, мне звонит, Аксакал, говорит, если вы правильно говорите, ночью, говорит, я там, наверное, очень много воды, утром остается, значит, прежний. Значит, ночью поддают. А как они наши объясняют? Да, вот по необходимости, и мы вырабатываем электроэнергию на этом транзитном стоке. Среди стоимости там у нас совсем низкие. Не знают, куда девать вот эту лишнюю электроэнергию. Уговаривают Казахстан, продают по центу киловатт-часов. А теперь в осенне-зимний период электроэнергии не хватает. Обратно из Казахстана покупаем каждую киловатт-часов электроэнергии по 5 сомов 60 тегенов. Вот такое даже преступление происходит у нас. Мы поэтому написали в газету, что никаких маловодий нет. Государство и правительство, что прекратили под видом маловодия, отключают, а найдите другие пути. И вообще Токтагул – это водохранища многолетнего регулирования. Она не в многолетнем режиме работает, она в сезонном режиме работает. Например, все узнаете, в 2010 году было 19 миллиардов километров воды. За год этой воды нету. Куда делся? А теперь Токтагулское водохранище пустое. И мы об этом написали в газету. Две неправительственные организации взяли этот материал, передали генеральному прокурору. Прокуратура теперь занимается. Теперь немножко пришли к себе. Правительство начало работать. Создали сейчас Межведомственный Совет. Межведомственный Совет. Значит, по водонареческим вопросам при правительстве я являюсь членом. Теперь все вопросы, использованные в трансграничных рядах, должны обсуждаться прежде всего в этом совете, в Межведомственном Совете, и дальше должны заниматься. Хватит быть таким, не знаю сам каким. Вот, значит, мы теперь передали правительству. У нас еще в 96-м году был разработан, что вода-товар, это мы в мире начали, она относится к экономической категории, имея цену. В 96-м году мы разработали методики, с тех пор не можем внедрить. Вот теперь, вроде, в этом году правительство решил, а сейчас мы передали, не знаю, наверное, будет решиться. Решиться. Вот такие, значит, ситуации по изучению, использованию и управлению водными ресурсами. Я не знаю, значит, можно ли еще говорить. Мне кажется, достаточно, наверное. Если вопросы будут, я вас удовольствием отвечу. Спасибо. Спасибо.